Идея родилась достаточно спонтанно. Готовясь к этой конференции, мы обнаружили, что, собственно говоря, уже прошло 24 месяца с того дня, как образовался IT-кластер, когда первые люди появились в кластере. И, собственно говоря, возникла идея, что можно посмотреть, что же сделано за этот период, какие проекты реализовались, что получилось, что не получилось. Но, с другой стороны, мы совсем не хотели никакой отчетно-перевыборной конференции устраивать. А на самом деле ситуация таким образом складывается, что нам уже есть что показать и для Сколково, и для страны в целом. И мы просто предложили нашим друзьям, партнерам и коллегам показать свои наработки. Причем именно те, которые находятся на стадии прототипов, альфа-версии, бета. Для того, чтобы было с шероховатостями, чтобы было понятно, что это реально новоиспеченные продукты, которые сделаны под эгидой Сколково и так далее. В принципе, я думаю, что за сегодняшний день вы все их увидели. И, в общем-то, есть проекты, которые просто вызвали восторг. И, в общем-то, люди говорят, бегом-бегом патентуйте, иначе это самое. То есть, нет, серьезно, проект 2.3D Tech, сзади вы, который видите, там, шоу-рум, это на самом деле такой прорывной проект, который в случае его успешной реализации просто откроет новую веху в мониторах, на экранах, которые там есть. Поэтому это действительно серьезный потенциал. Ну, а кроме того, на этой конференции, как оказалось, что и в части бизнеса, нам есть что сказать, и индустрии, и, опять же, стране, да, были анонсированы некие сделки. Например, компания 1С купила у нас, агент плюс, компанию. То есть, первые бизнесовые там успехи. Есть компании, которые объявили, что они в ближайшее время выходят на IPO, и в том числе в Америке. Поэтому я считаю, что такое время, может быть, это не время отчета, не время показывать результаты, но время показать, что родился, не знаю, там, может быть, целый класс это будет слишком там пафосно говорить, но родилась целая такая IT, сколковская IT-прослойка, которая, она продуктивна, она способна генерить идеи, она способна генерить продукты, бизнесы, и заниматься бизнесом, и делать это успешно. Ну и, собственно говоря, то, что мы слышали сегодня, и имеем эту информацию, знаете, вот, наверное, выбранная модель и нашим кластерам, и фондам в целом, и то, что вот участники говорят, она, в общем, была правильная. Конечно, есть над чем поработать, как говорится, но, тем не менее, модель была правильной, потому что получены достаточно серьезные результаты. Ну, вот, собственно говоря, этому была конференция посвящена. Ну, и, как скажем, еще на этой конференции я хотел, конечно, и высказал все слова благодарности, начиная от первого руководителя кластера Александра Туркота и заканчивая нашими ключами-партнерами, на плечах которых мы, собственно говоря, поднимали и делали всю эту работу, нашим экспертам, участникам Сколково, и вообще коллегам и друзьям, потому что, на самом деле, мне кажется, Сколково не родилось без такой вот широкой общественной поддержки, и вот в том числе, там, вот, и моих коллег из пресс-службы, потому что это все такой вот действительно единый фронт, единый такой подход, ну, и это, как я говорю, очень приятно видеть людей, у которых горят глаза. То есть, если рядом твои коллеги одухотворенные работы и делают это с душой, то там, тогда что-то рождается, действительно, осколково много таких людей. Поэтому я думаю, что в итоге у нас будет получаться. Ну, и как вот я в заключении хочу сказать, как я закрываю конференцию, в общем-то, такое ощущение, что всем очень интересно, ну, мы, айтишники, народ такой, несколько особенный, мы действительно интересны друг другу, вот, и я думаю, и на самом деле количество, вот, даже, знаете, будете смеяться, но даже за сегодняшний день поступило столько сообщений о новых успехах, и в части технологии, и в части бизнеса, что уже там не нужно наносировать. Но дело движется к тому, что придется, видимо, это делать на регулярной основе. Поэтому, ну, вот мы вместе с вами, с поддержкой там Сколка, может быть, там, не знаю, как в каком-то формате придумаем и будем анонсировать, потому что, похоже, что ребята серьезно готовятся завалить страну историями успеха. Ну, слушайте, давайте это самое. Я боюсь там, чтобы не сглазить, как говорится, да, потому что, я еще раз говорю, мы на такой стадии, что уже есть что показать, но пока, как говорится, еще... Успокаиваться рано. Да, да, ну, я сказал бы так, рано, чем гордиться. То есть, ну, это моя там привычка, я всегда сначала нужно сделать, а потом уже гордиться. Поэтому давайте мы доделаем до конца, а потом будем гордиться.